восьмикратно приветствую вас с вами александр шадов осьминог бесконечности так вот хотел с вами немножко вот поговорить о том что меня волнует так скажем видео мой канал мой канал на ю тубе совершенно не популярный никому не интересный но некая статистика на нем все-таки есть и публика публика заметьте собирается в основном на тех видео где я кого-то принижаю критикую основном до критику говорю что вот вот это не очень хорош ESTH, это получше ESTH, это плохой писатель это хороший писатель но он там где плохой писатель вот-вот то и собирает просмотры собирает просмотры лайки и дизлайки то есть какая-то реакция появляется это печально это печально потому что у меня в паблике у меня и в паблике у меня и в общем-то на канале имеется большое количество интересного контента, именно имеющего позитивное настроение. Это не критика. Это именно разработки какие-то, осмысление каких-то понятий, лекции по философии, по различным ее областям. Это очень важные вещи. Никто их не смотрит. Всех интересует критика. Притом, та критика лучше расходится, в которой есть слабые места все еще. Вы понимаете, можно посвятить время подробному критическому разбору стихотворения какого-нибудь Арчета. Что я сделал, кстати. Два стихотворения его разобрал. А второе можно, в общем-то, просто послушать, что пишет Арчет и сказать, ну что это за чушь. Вот когда я сделал вот так, когда все поняли, что, ну вот когда я высмеял по сути Арчета, Арчет сам это репостнул, репостнул и пропиарил мой канал. И у меня появилось больше подписчиков. Спасибо, Арчет, ты молодец. Но, при этом, когда я выпустил видео лучшего качества, его никто не репостнул. Его никто не заметил. То есть, да, критика тоже, критика должна быть слабой. Заметьте. Да, да. Да, вот так вот. И я подумал, что так работает весь Ютуб. Весь Ютуб так работает. Почему, вот товарищ Ежи Сармат, вот у нас видео сзади, Ежи Сармат обсуждает видео, вот Ежи, Ежи в молодости, обсуждает видео Рудова. Так вот, а почему Ежи постоянно делает меритократию себе в штаны? Вопросы. Почему он не всегда точен? Почему он не всегда говорит точные факты? Почему он может иметь право оговариваться? Почему оговариваться в его случае даже полезно? А потому, что до него могут докопаться. Начать задавать вопросы или указать на его ошибочность. Людям интереснее смотреть, оказывается, на человека, который имеет уязвимые места для спора, так скажем. Вот и все. Ежи специально подставляет для своей публики слабые места. И это хорошо. Это им нравится. И это призывает всевозможных троглодитов вроде Рудова критиковать Ежи Сармата. Ну, вы видели, да? Вот эту чушь, где он просто почти все время его просто оскорбляет и обвиняет в чем-то, что вообще не имеет никакого отношения к светориду. Ну, вот так вот. Просто вот так вот. Ну, я действительно подумал, что вот такой вот формат, формат постоянного в общем-то наделывания себе в штаны, как это вот Ежи Сармат, он крайне распространен по всему Ютубу. Никто из ютуберов в общем-то не является таким хорошим аргументатором. То есть, всегда есть слабости. И те видео, в которых больше слабости, они становятся чаще всего популярными. Это должно быть критическое видео чаще всего. Вот, например, видео совков, они чаще всего посвящены какому-нибудь дудю. Ну, или какому-нибудь другому персонажу, которого легко раскритиковать. Вот. И тому персонажу, которым при этом не ответят желательно еще, чтобы ответа не было, чтобы их никто не принизил, бедняжик. Вот. Да. они видят вот эту вот слабую, слабую добычу, слабую добычу, модную слабую добычу. И вот эти вот их видосы, в которых они спорят, которые они критикуют, и в которых они самое главное, заметьте, самое главное, они делают большую красную кучу штанов все время. А, да. Настолько плохая аргументация там, что даже Дудь как бы мог бы посмотреть на это и сказать «Оу, оу май, какая фигня же это!» Ну, то есть, понимаете, как это все очень странно. То есть, чем хуже контент, чем хуже критика, тем больше просмотров, тем больше комментариев, и тем, в общем-то, видимо, публике интереснее. А мне такой подход, ну, честно говоря, не нравится. Я, помимо того, что занимаюсь критикой, вообще уже, надеюсь, я закончил заниматься критикой, уже выдал критические замечания по всем персонажам, которые меня, в общем-то, интересовали, я бы хотел заниматься созданием лекций. Лекции у меня уже есть, несколько лекций, шесть вроде как, точное количество, не помню, уже много чего записывал. Есть обзоры статей, которые посвящены не только критике, есть некоторые концепции, которые я развиваю, но этого никто не смотрит. Есть обзоры понятий, понятия тоже никто не смотрит, никому не интересно, что вообще такое слово факт. Они думают, что они знают слово факт, они не хотят в этом разбираться. Тем более, там определение, да ну, нормальное, хорошее определение, нет, всем плевать. И всем плевать на любые позитивные, в общем-то, мои попытки, не только раскритиковать людей, каких-нибудь персонажей интернетовских, но и в общем-то, что-то разработать. Как говорят социалисты, критикуешь, предлагай. Критикую и предлагаю. Но, к сожалению, критиковать YouTube меня почему-то заставляет плохо. Плохо. То есть, надо послабее критиковать. Это нравится людям. Нравится, чтобы послабее была критика. А еще YouTube нравится, что... Да. Еще YouTube мне нравится, в общем-то, хороший контент. Хороший контент, который можно сделать. Хороший контент, подготовленный контент, сложный контент. YouTube мне нравится. Оу май. Да. Хух, восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Вот просто в души вот был все это вам высказать, друзья. Честно. Смотрите мои видео, если хотите меня поддержать и смотрите их именно на YouTube, чтобы меня там просмотры росли. И подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Я хочу добить тысячу человек когда-нибудь в жизни. Может быть, я тогда смогу сделать монетизацию и выпускать видео еще чаще. Если вам это, конечно, интересно, распространяйте там видосы, которые вам нравятся. Если вам что-то нравится. Если вам вообще есть какое-то дело до этого. Все. Ой, бьют там кого-то. Ладно. Восьмикратно прощаюсь.